МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала информационная программа новостей. В студии работает Денис Явков. И коротко о главном сегодняшнем выпуске. Итоги развития предпринимательства за 2015-й и планы развития на 2016-й. Глава региона Ерик Султанов встретился с бизнесменами региона. Разговор населения с исполнительной властью. В Северном Казахстане стартовали отчетные встречи Акимов всех уровней. Кулагир продолжает домашние игры. Как сыграла петропавловская хоккейная команда со столичным клубом «Астана». Теперь обо всем по порядку. Открытие промышленных предприятий, гостиниц и баз отдыха. В областном Акимате прошло совещание с представителями бизнес-сообщества. На встрече подвели итоги развития предпринимательства за ушедший год и наметили планы на 2016-й. Кристина Горбаченко расскажет, сколько в области появилось субъектов бизнеса и какую господдержку они получили. Представители североказахстанского бизнес-сообщества приветствовал Акимобласти. В своем докладе Ерик Султанов рассказал, каких результатов добились в 2015-м предприниматели. Сегодня в регионе активно работают более 34 тысяч субъектов малого-среднего бизнеса. Кстати, многие активно пользуются господдержкой. Несмотря ни на что, сегодня Казахстан продолжает обеспечивать малый и средний бизнес новыми программами, субсидиями. Я могу назвать только цифры, такие как дорожная карта бизнеса. За последние пять лет профинансировано 87 миллиардов тенге по североказахстанской области. В том числе 2,5 миллиарда тенге в 2015 году. Самый большой показатель у нас в 2015 году и мы в числе лидеров в республике. Я не считаю, что мы здорово сработали. Где-то все равно не доходим, не дорабатываем, где-то не оказываем необходимую поддержку предпринимателям. Подробнее о том, как развивается в регионе предпринимательство, рассказал заместитель Акима области. По данным Мухтара Манкейва, в малом и среднем бизнесе занято 106 тысяч человек. На заводах и в производственных цехах в прошлом году выпустили продукции на 108 миллиардов тенге. На 16 заседаниях регионального координационного совета под вашим председателем, Евгений Камзинович, одобрена 251 заявка, что на 13% больше прошлого года. Сохранено более 5000 действующих рабочих мест и создано более 1000 новых рабочих мест. В прошлом году в регионе открывались рестораны, базы отдыха, детские развлекательные центры, торговые дома. По карте индустриализации в Северном Казахстане в эксплуатацию введены 15 проектов. Еще 12 планируется включить в программу в текущем. Их общая сумма почти 4,5 миллиарда тенге. Открытие новых производств позволит создать 524 рабочих места. В целом, ушедший год принес неплохие результаты. По словам Мухтара Манкеева, для закрепления успехов вважна совместная работа. Сегодня банки второго уровня, фонд ДАМУ и Облакимат подписали соглашение о сотрудничестве. В завершении встречи Ерик Султанов вручил дипломы лауреатам и победителям регионального конкурса «Лучший предприниматель 2015 года». В номинации «Лучшая женщина-предприниматель» победила Оксана Асачия из Акжарского района. Свой бизнес она начинала с розничной торговли, а сейчас продукты питания выпускает сама. Открыли пекарню, обеспечили полностью население хлебом двух поселков. В декабре открыли цех по производству полуфабрикатов. Спасибо всем за поддержку, за высокую оценку нашей деятельности. Будем дальше развиваться. За вклад в социально-экономическое развитие региона и отдельно в отрасль предпринимательства ряду североказахстанцев глава региона вручил благодарственные письма. Плохие дороги, недостаточное уличное освещение, бродячие собаки – это основные проблемы, с которыми сталкиваются жители рабочего поселка и города Мамлюдки. В ближайшее время эти вопросы решат, заверил местных жителей на отчетной встрече глава населенного пункта Серик Бакеев. Участниками диалога между исполнительной властью и населением стали и наши корреспонденты. Серик Бакеев на посту Акима Мамлюдки 6 лет. За это время хорошо изучил все проблемы города и по возможности решал их. Например, в прошлом году на отчетных встречах озвучили 18 вопросов. Четыре из них касались именно рабочего поселка. Все они сегодня сняты с повестки дня. Один из вопросов – это будет ли построена новая школа в рабочем поселке. Второй вопрос – что будет со старой школой, если построить новую школу, освещение улиц и бродячие собаки. Значит, в 15-м году, 14 сентября эта школа была сдана в эксплуатацию. По старой школе на сегодняшний день, согласно закону, мы выставили его на продажу. Отлово бродячих собак по мере поступления заявлений. У нас сейчас ветеринарная служба, которая входит в их некомпетенцию, они организованы, по мере поступления заявлений сразу выезжают. Эти вопросы сразу же решают. Но вот и по ливневым стокам, то, что нужно было, мы эти вопросы уже решили. Глава города доложила и об итогах ушедшего года. В 2015-м мамлючане завершили с хорошими социально-экономическими показателями. Развивается бизнес, растут объемы производства, введена в эксплуатацию новая школа, строится жильем. Немало планов, намеченные на 2016-й. Большая работа предстоит в рамках программы «Рассвитие малых городов». Общая сумма по программе развития малых городов с 2016 по 2020 год составляет 8,2 миллиарда тенге. Одним из приоритетных вопросов, которые там и поднимали, это было дорожное строительство. Вторым немаловажным вопросом это было то, что в городе Мамлютка у нас за последние 2-3 года уровень грунтовых вод высоко поднялся в связи с дождливостью летного периода, ясеннего периода. Поэтому у нас очень остро стоит проблема системы канализации. После Серег Бакеев ответил на письменные вопросы горожан. В Мамлютке установлено 11 ящиков для сбора жалоб и предложений. Большинство обращений касается ремонта дорог. По словам Акима, масштабную работу по реконструкции дорожного полотна начнут уже в 2016-м. Волнуют сельчан и проблемы освещения улиц, ремонта колонок, создания новых рабочих мест. На все вопросы Серег Бакеев дал подробные ответы, поэтому новых просьб и предложений к главе города не прозвучало. Прошедшую встречу мамлючане считают информативной. Я думаю, что если вопросов не возникло, значит, вот эти вопросы были хорошо рассмотрены. Большую работу сделали, школу новую построили. И вообще, как обращайся к ним, воды нет, колонки сломаны, они всегда помогают. С жителями Мамлютки Серег Бакеев проведет еще две отчетные встречи. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. В среду 13 января мажорисмены предложили досрочно распустить нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы. По словам слуг народа, это поможет сконцентрироваться на реализации задач, обозначенных в президентском документе «План нации 100 конкретных шагов». Важно, как можно скорее реализовать антикризисную программу, инициированную Нур-Султаном Назарбаевым. Для этого от парламента требуется мобилизация сил и ресурсов. Североказахстанцы никогда не остаются в стороне от политических событий в стране. Сегодня они активно обсуждают идею мажорисменов. Считают, сегодня нашему государству нужна стабильность. Важную роль в достижении поставленных целей должны сыграть досрочные выборы депутатов Нижней палаты парламента и маслехатов всех уровней. Новый цикл, вот этот вот пятилетний, будет очень сложный и нужно, чтобы в течение вот этого тяжелого периода вновь избранный состав мажориса парламента принимал оперативно нужные решения, оперативно реагировал на изменяющуюся ситуацию. Мы, молодежь Северного Казахстана, поддержим идею о досрочных выборах в мажорис парламента Республики Казахстан. В первую очередь здесь будет идти экономия бюджетных средств для достижения каких-либо других поставленных целей, для решения каких-либо других социальных задач. Впереди у нашей Республики Казахстан очень большие планы и задачи по вступлению в 30-ку конкурентоспособных стран мира. Для этого нам необходимо стимулировать работу парламента. Я присоединяюсь к мнению мажорисменов, потому что действительно такие ситуации они способствуют стабилизации экономики и политики и на такой высокой ноте политической, экономической, духовной мы легко выходим из экономических кризисов и защищаем страну от разных внешних глобальных кризисов и воздействий. Далее реклама, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Телефон 501-505 Большой подземный паркинг в нашем городе. Построй свою квартиру вместе с нами. Подробности по телефону 50 08 07. Парк-карт. Это возможность получения скидок до 20% в ведущих предприятиях города, список которых растет постоянно. Что получает владелец дисконтной карты Парк-карт? Экономия денег. Это сотни скидок в различных заведениях Астаны, Костаная и Петропавловска по одной дисконтной карте. Экономия времени. Можно планировать выходные, не выходя из дома. Удобство. Не нужно таскать с собой кипу-карт от разных магазинов. Теперь все лучшие скидки можно получить по одной карте. Долгосрочность. Дисконтная карта действует бессрочно. Дисконтная карта Парк-карт. Живи удобно. Избили, ограбили и закрыли в подвале. Такую информацию сообщил житель Петропавловска врачам скорой помощи. Как выяснили полицейские, мужчина оказался шутником. Всего по данным стражи порядка, за первые дни нового года на пульт 102 поступило 30 ложных сообщений. Все подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. О том, что за злые шутки придется отвечать, 39-летний Петропавловец, видимо, не знал. Признается, думал, что наказание ждет лишь тех, кто ложно сообщает о заложенных бомбах. Вот и решил пошутить с врачами не от ложки. Мужчина позвонил на номер 103 и сообщил, что его избили, забрали деньги. А сейчас он якобы находится в колодце или подвале. Эту информацию медики сообщили полицейским. Звонивший назвал примерный адрес его местонахождения. Но полицейские там никого не обнаружили. Он вызвал с мобильного телефона, и он находится в колодце, либо в подвале. Точно, в своем местоположении он пояснить не смог, прервалась связь. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий данный мужчина был установлен, который в ходе допроса пояснил, что находясь на алкогольном опьянении, он так решил пошутить. В ходе следствия выяснилось, шутник был в нетрезвом состоянии. Задержали его по месту жительства в рабочем поселке. Почему решился на эту нелепую выходку, так и не смог объяснить. Да башкой ударился, извините, пожалуйста. Они приехали, потом по вызову, все увезли сюда, вот сейчас, все нормально. Теперь шутнику грозит административное наказание. Ему придется заплатить штраф до 60 тысяч тенге. Денис Севков, присоединитель пресс-службы областного департамента внутренних дел. Хлеб социальный, ржаной, булочки, рогалики, батоны. Продукции на 936 миллионов тенге реализовал в прошлом году Петропавловский хлебобулочный комбинат. Несколько десятилетий выпечка предприятия пользуется большим спросом у горожан. На полках в магазинах она не залеживается. На этой неделе появилась информация, что хлеб в Казахстане подорожает. Так ли это, узнаете у Гульнарыкали. Запах свежего хлеба разносится по всему цеху. Здесь выпекают более 70 наименований хлебобулочных изделий. Большим спросом у потребителей пользуется хлеб особый Петропавловский. Для его изготовления отведена отдельная линия. Уже больше двух десятков лет здесь работает пикарь Татьяна Коростелева. В день через ее руки проходит не одна сотня буханок хлеба. У нас автоматизированная печка. Я контролирую вес тестовых заготовок, поправляю, формую их. Вес тестовой заготовки 650 грамм, а готовой продукции 550, чтобы происходит упек. Для улучшения качества хлебобулочных изделий на предприятии третий год подряд проводят модернизацию оборудования. В 2015-м на эти цели затратили 52 миллиона тенге. 40 из них оформили по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса». В месяц на предприятии выпекают до 600 тонн готовой продукции. Только за прошлый год хлебобулочных изделий реализовали на 936 миллионов тенге. Это на уровне 2014 года. Кстати, цены на свою продукцию производители сдерживали до сегодняшнего дня. 14 января ржаные сорта хлеба подорожали. Но надо отметить, незначительно – всего на 5%. К примеру, в Сибирске стоил 79 тенге, теперь 83. Батон ржаной был 60 тенге, сейчас – 68. Произошла просто корректировка в связи с удорожанием масел, необходимых средств для производства данного хлеба. Это в районе 70-80 тенге, 85. Конечному потребителю это будет стоить, обойдется ржаной хлеб. А вот цены на социальный хлеб, который сейчас стоит 45 тенге и особый Петропавловский по 65, пока остаются на прежнем уровне. Но в ближайшее время производители намерены их поднять. Заявка предприятия находится на рассмотрении в антимонопольном ведомстве. Кстати, горожане к росту цен отнеслись с пониманием. Сейчас все дорожает, так что как будет цена, так и будет, так мы будем брать. Будем сами печь, если сильно дорого будет. Батон беру, булочки беру, все свежее, все мягкое, вкусно. Хотелось бы, конечно, чтобы не повышалось. Отмечу, хлебобулочный комбинат обеспечивает своей продукцией 70% петропавловцев. Хлеб, булочки, печенье продаются в 23 торговых точках областного центра и в 4 районах Северного Казахстана. Гульнара Кали, Арман Джамангузов, Новости МТРК. Строго по рецепту. В Казахстане антибиотики теперь продаются только по рецепту врача. Такими мерами в Минздраве намерены спасти жизни любителей самолечения. И здесь должна быть солидарность не только врача и пациента, но и еще фармацевтических компаний. Кристина Горбаченко расскажет, почему. Здравствуйте, девушка. Кажется, у меня гриб. Могли бы вы мне продать какие-нибудь антибиотики? Выписка или рецепт. От врача. Только по рецепту. Мне очень надо, очень болею. Только по рецепту. Сейчас приказ. Только по рецепту. Минздрав предупреждает, продавать антибиотики в стране будут строго по рецепту. Медики говорят, для правильного лечения важно знать, чем вызвана болезнь. И сказать это точно сможет только врач. В отдельных случаях самовольное назначение и применение антибиотиков может дать не только осложнение на организм, но и привести к смерти. У нас люди не понимают, что лечение антибиотиками, применение антибиотиков только в том случае, когда нужно лечить бактериальную флору. Но никак не вирусы. А когда человек простывает, обыкновенная простуда, гликозное состояние, у нас больные начинают лечиться самостоятельно. На приемы врачу не идут. Они идут в аптеку, покупают антибиотик, считают, вот у меня кашель появился, я куплю антибиотик, у меня кашель пройдет. Также начинают принимать антибиотики при насморке, что тоже очень. Но при этом и образуется резистентность антибиотика. Получается, если человек принимал самостоятельно антибиотик, то в дальнейшем он ему уже не поможет. Поэтому во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу. Эта проблема сегодня актуальна не только в Казахстане. По данным Республиканского лекарственно-информационного центра, в 2015 году каждый третий казахстанец покупал антибиотики без рецепта врача. Ежегодно от инфекционных заболеваний во всем мире погибает около 11 миллионов человек. Необходимо учитывать особенности клинического течения заболевания, совместимости лекарственных препаратов, рациональную комбинацию антибиотиков. Необходимо учитывать возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, беременности. Медики рекомендуют при ухудшении самочувствия сходить к врачу. Он же в поликлинике обязательно должен проверить реакцию на препарат и расписать курс лечения. Мы узнали у североказахстанцев, часто ли они пользуются противомикробными препаратами, кто им их назначает и удобно ли им будет чаще ходить в поликлинику. Ну, конечно, неудобно. Так было проще пойти купить просто. А теперь придется идти к врачу выписывать. К врачам сейчас очень трудно попасть. Нет, я почти не пользуюсь антибиотиками. Нет. Если немножко, значит, простуда, малиновое варенье. Прекрасное средство от температуры, от противовоспалительное. Люди привыкли в основном приходить уже, да, как бы и врачам меньше доверять. Ну, может быть, это доверие врачам будет больше. Любые лекарства должны приниматься по назначению. Так и антибиотики. Не будут они иметь никакого действия, если мы будем принимать самостоятельно и без надобности. Что касается ответственности фармацевтических компаний за продажу антибиотиков без рецепта, то им грозит штраф от 70 до 1000 месячных расчетных показателей. Получается, что за реализацию, к примеру, такого дешевого препарата, как гентамицин, а стоит одна ампула меньше 100 тенге, аптеке придется заплатить до 2 миллионов. Чтобы выявить нарушения, специалисты фармконтроля могут провести плановую проверку или по обращениям граждан. Кристина Горбаченко, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК. Продолжаем выпуск. Дополнительное место для крещенских купаний появится в Петропавловске. Купели будут сделаны в районе Речпорта и на городском пляже. Добраться туда можно будет на автобусах. Их маршрут специально изменят в этот день. Ольга Загоруйко расскажет подробнее. 19 января христиане отметят праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан. С каждым годом желающих окунуться в святую воду становится все больше. В Петропавловске крещенскую купель делали только на центральном пляже. В 2016 по решению городского акимата было выделено еще одно место. Большая просьба к населению. Раньше создавались пробки. Вы были сами тому свидетелем. Пробки начинались от улицы Карима Сутюшева по улице Интернациональной. Под гора была задействована вся. Поэтому для удобства большего транспортного подъезда вот есть еще одна точка – это речной порт. Там есть возможность проезда по объездной дороге, начиная с ДСР, улица Горького, улица Жамбыла. Все эти участки будут максимально готовы для того, чтобы принять большое количество транспорта. Добраться до речи порта смогут не только автовладельцы. 19 января сюда будут ездить и автобусы. Для населения будет изменено движение автобусов. Это маршрут «двойка», маршрут «шестерка», 21-й М – это будет идти в сторону городского пляжа. 25-й М, 24-й М будет продлен до речного порта. Интервал движения автобусов планируем порядка 15-20 минут. В день крещения на берегу будут дежурить спасатели и бригада скорой помощи. К подготовке места для купания уже приступили. Вскоре здесь установят две деревянные купели. Также поставят палатки для обогрева и переодевания, а еще будут работать точки с горячим питанием. В городе Мате заверили – новое место абсолютно безопасно. Толщина льда здесь более 40 сантиметров. Пробу воды уже взяли. Она соответствует всем санитарным нормам. Стало доброй традицией в этот день всем горожанам набрать святой воды для того, чтобы осветить свое жилище, осветить свой быт, сделать запас святой воды на весь наступающий год, потому что в этот день совершается потрясающее чудо. Обычная вода становится водой огромной духовной силы. Считается, что вода, набранная в этот день в освященной реке, может храниться долгие годы. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Каждую зиму североказахстанские егеря подкармливают диких обитателей леса. Для косуль и зайцев они заготовили 200 тысяч веников, порядка 12 тонн соли и более 700 тонн сена. С таким меню, надеются охотоведы, животным голодная смерть не грозит. Кстати, за последние несколько лет таких фактов в области не регистрировали. Рацион лесных жителей изучила наша съемочная группа. Сено, зерно, кормовые веники. Сейчас егерь Бишкульского охотничьего хозяйства специально выкладывает этот корм для обитателей леса. Зимой под толстой коркой снега найти его диким животным становится намного сложнее. И тут на помощь приходят лесники. Веники, зерноотходы, соль. Это необходимый атрибут питания. Вот видите, здесь мы выставляем, косуля подходит, питается. Видите, какие условия. Не было снега, сейчас надуло, снег заледенел. Все, косуля идти не может. Для косуль особенно важен веточный корм, говорят егеря. Ведь зимой организм животного перестраивается под эту пищу. Зайцы больше предпочитают зерно. А вот эти солончаки для оленей. Корм лесники выкладывают на несколько площадок. В Бишкульском охотничьем хозяйстве таких кормушек 10. Зерно и сено сюда доставляют каждую неделю. В этом году в Северо-Крастанское областное общество охотников и рабулов для подкормки диких животных было заготовлено 40 тонн зерноотходов, 80 тонн кормовых веников, 150 тонн сена. Также возле кормушек было обустроено более 120 солончов. Подкармливают диких животных во всех районах области. Для этого охотничьих хозяйств заготовили зерна и кормовых веников почти в два раза больше, чем в прошлом году. Заготовлено около 700 тонн сена, около 800 тонн зерноотходов, более 200 тысяч кормовых веников, порядка 12 тонн соли. Также для облегчения доступа к кормам охотпользователями прочищаются снежные проходы. Сезон подкормки продлится до конца зимы. В этом году подержать диких животных, говорят егеря, пока не зарегистрировали. Денис Севков, Дмитрий Желтышев, новости МТРК. К новостям спорта. Очередная встреча второго круга чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой прошла в Петропавловске. На домашней арене наши хоккеисты принимали гостей из столицы. Смог ли Кулагер справиться с соперником и подняться в турнирной таблице, расскажет Алена Подласова. Начало встречи. Команда Астана сразу атакует. Игроки Кулагера, видимо, не ожидали такого от аутсайдера чемпионата. Желание заработать очки подводит и гостей, и хозяев льда. Хоккеисты нарушают правила. Через несколько минут столичная команда создает опасный момент у ворот Кулагера. Но наша защита на месте. Казалось бы, встреча далеко не сильной командой должна проходить с полным преимуществом Петропавловцев. Да не тут-то было. При игре 4 на 4 Астана открывает счет. Первый период прошел под диктовку гостей. До конца 20 минутки счет на табло не изменился. Но наши болельщики не теряют веры в команду. В конце наши стали вообще прям хорошо играть. Надеюсь, что два следующих, кто будет впереди. Я болею за Кулагер, Кулагер чемпион. На втором периоде, на второй половине, будет без вес. С начала второго периода все изменилось. Кулагер много бросает и атакует. Спустя три минуты счет сравнивает Владислав Никулин. Одной шайбой здесь не обошлось. В середине периода с передачи Елагина и Нуриева в гол в ворота Астаны забивают нападающий Анатолий Васильев. Следом же шайбу в ворота гостей отправляет Максим Волков. В конце второго периода команды играли 5 на 3. Но реализовать большинство у Кулагера не получилось. Третий период также прошел с преимуществом Петропавловской команды. Его начало ознаменовалось четвертой шайбой в ворота Астаны. Затем гости провели одну результативную атаку, которая привела ко второй шайбе в наших воротах. Кулагеру нашлось чем ответить. Новый игрок команды Кристоп с ним и не споборолся в большинстве и был успешен на добивании. Точку в этой игре поставил Даниил Хасенов. Он забил шестую шайбу. Итог первой игры с Астаной 6-2 в пользу Кулагера. Установка на игру была такая, конечно, на победу, потому что знаем, что команда чуть-чуть получше, но там тоже молодые ребята, и каждая игра начинается с нуля. И поэтому никто не сказал, что будет легкая игра. Ребята молодые, бьются. После этой игры Кулагер поднялся на третью строчку турнирной таблицы в активе команды 68 очков. А уже сегодня вечером наши хоккеисты встретятся с Астаной во второй игре. Сами спортсмены, говорят, постараются повторить свой успех. Алена Подласова, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. И на этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на пятницу 15 января. Облачно без осадков. Ветер иго-восточный 4 метра в секунду. Температура ночью минус 27, минус 29. Днем минус 21, минус 23. Редактор субтитров А.Семкин